Здравствуйте, друзья! Вашего внимания представляю легендарный, не побоюсь этого ствола, объектив Helios 40. Его первая версия, которая является почти полной копией не менее легендарного Карл Цейса Беотара 75. 1.5. Объектив, судя по серийному номеру, произведен в 1962 году. Единственное, чего не хватает на этом объективе, это родной лапый под штатив. В каком виде я его купил, в таком и продаю. Для своего возраста он в очень неплохом состоянии. На объективе установлен переходничок М39М42. Я пытался его открутить, но, видимо, он установлен тоже очень давно, и мы не будем этого делать. Итак, линзы чистые, не затертые, просветление абсолютно целое, что спереди, что сзади. Первое кольцо диафрагмы, как видите, крутится очень легко, но тоже сделаем скидку на возраст. Оно, в принципе, и не должно крутиться по-другому. Возможно, когда-то был ход его чуть помягче, но, опять же, возраст объектива. И кольцо предустановки. Итак, мы это кольцо сдвигаем в крайнее положение, и начинает работать кольцо предустановки. Вот, как видите, диафрагма полностью рабочая, и сухая. Кольцо фокусировки крутится абсолютно нормально, без всяких препятствий. И продемонстрирую с фирменным адаптером с одуванчиком уушников. Адаптер имеет правильную конструкцию, и шкала объектива находится в правильном положении, вертикально сверху. Поскольку у Кэнона нет диафрагмы 1.5, одуванчик запрограммирован под диафрагму 1.4, и фокусное расстояние 85 мм. Но, как вы, наверное, знаете, у этого объектива, поскольку он все-таки сделан под М39 резьбу, рабочий отрезок немножко отличается с объективами, с резьбой заводской М42. Поэтому фокусировки в упор на бесконечность добиться не удастся. Фокусировка будет приблизительно метров до 20, может быть 30, но этого вполне достаточно. Сейчас я поставлю карту памяти и попробуем даже вслепую. Сейчас у меня активирована центральная точка фокусировки. Вот, как видите, идет подтверждение фокуса звуковым и световым сигналом. Это работает на всех зеркальных камерах. Вот расстояние до места фокусировки приблизительно метров 30. Полностью открытая диафрагма, можем немножечко ее прикрыть. Вот, на четверочку. Уже картинка становится значительно резче по всему полю кадра. Итак, если вы готовы приобрести этот объектив, пишите мне на почту, которая указана в описании этого видео. Цена вас не шокирует. Родная металлическая крышка. В комплекте, к сожалению, только два фильтра от предыдущего владельца. Ультрафиолетового фильтра, к сожалению, в комплекте не было. Но, я думаю, что купить ультрафиолетовый фильтр не составит никакой проблемы. Диаметр 66 миллиметров. Или можно купить фильтр и переставить стекло в родную оправу от Helios A40. В комплекте также крышка M30, M42. Резьбовая, родной кожаный чехол и переходник с одуванчиком Лучникова M42 Canon. Который будет работать на всех, без исключения камерах Canon зеркальных, а также на беззеркальных M и R системах через соответствующие родные переходники. В том числе будет работать на камерах, беззеркальных камерах Sony и Nikon. Тоже через соответствующие переходники с автофокусных объективов Canon на эти беззеркальные системы. Беззеркальные камеры будут видеть фокусное расстояние. И соответственно в этих камерах у вас будет работать помощник фокусировки. И вы сможете без проблем точно фокусироваться. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...